На телеканале Юганск новости здравствуйте в студии Дарья Горельсова и в начале коротко о главных темах этого выпуска. До начала главных экзаменов остается неделя. Сегодня по всей России состоялись тренировочные испытания. Будьте уверены, каждому кто учился в школе по силам сдать ЕГЭ. Расширены меры поддержки для многодетных семей. Теперь этот статус присваивается бессрочно. На сегодняшний день многодетными стали семьи, в которых уже есть ребенок, достигший 18-летнего возраста. 12-часовой рабочий день. Сотрудники патрульно-постовой службы рассказали о своих буднях. Да максимально возможно, сколько смогу, только буду именно на улице. Самая интересная работа на улице. Сегодня по всей России прошли тренировочные мероприятия единого государственного экзамена. Будущие выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку и английскому, а также информатике. В Нефтьюганске свои знания проверили около 600 учеников. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Подобные тренировки проводятся ежегодно перед началом экзаменов. Один из пунктов проведения – пятая школа. Здесь ученики сдавали русский язык и устную часть экзамена по английскому. В пункте организована работа 19 аудиторий. Все в соответствии с порядком проведения единого государственного экзамена. Основная цель данного мероприятия – это отработка всех технических решений во избежание каких-либо моментов, которые препятствуют, скажем так, проведению и сдаче экзамена. Экзамен по английскому языку читается одним из самых сложных. За 207 минут ученикам необходимо выполнить большое количество заданий. Мы сначала читаем текст вслух, там большой текст мы его читаем. Второй – мы задаем вопросы. Третье – мы отвечаем на вопросы. Четвертое – у нас монолог. На пробном экзамене все по-настоящему. Шкафы опечатаны в коридоре общественные наблюдатели. В аудиториях по две видеокамеры высокой четкости. У нас есть камера, которая установлена в начале кабинета, которая снимает под одним ракурсом. И есть дополнительная камера, которая дает ракурс с другого места. То есть полная съемка аудитории без слепых зон. По словам членов государственной экзаменационной комиссии, изменений в правил проведения итоговой аттестации было много. Но неизменным остается одно – спокойная обстановка. Обычно все волнение заканчивается, когда ребенок проходит через рамку на первом этаже. Они сюда поднимаются, все проходит в доброжелательной, спокойной обстановке. Результаты пробного тестирования будут известны уже через 10 дней. Основной период сдачи ЕГЭ в этом году начнется уже с 23 мая. Дарья Горельцева, Рамазан Бурнеев, селерадиокомпания «Юганск». Уже через неделю пройдут экзамены по географии, химии и литературе. 28 мая выпускников ждут испытания по русскому языку. 31 мая школьники будут сдавать математику базового и профильного уровней. Финал экзаменационного марафона – 11 июня. В этот день выпускники проверят свои знания по биологии, истории и иностранным языкам. Напомню, в 2023 году высший балл по ЕГЭ в Нефтьюганске получили 5 человек. Сегодня отмечается Международный день семьи. Именно в эту дату многие стараются вступить в брак. Так, в Нефтьюганске за этот день образовалось 6 новых семей. Всего с начала года свои отношения официально зарегистрировали 187 пар. Еще одно приятное событие – впервые за 10 лет в местной жительнице родила тройню. Всего же на свет появились 412 малышей. А самыми популярными именами стали Арина, Варвара, Святослав и Артем. В год семьи Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи на федеральном уровне. Теперь в России вне зависимости от региона у родителей с тремя и более детьми будет равная социальная помощь. Что изменится в жизни нефтьюганцев, рассказали в Управлении социальной защиты населения. До этого года многодетными считались семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Как только старший ребенок достигал совершеннолетия, статусы и меры в соцподдержке утрачивались. Согласно новым правилам, льготы будут продолжать действовать при следующих условиях. На сегодняшний день многодетными стали семьи, в которых уже есть ребенок, достигший 18-летнего возраста и продолжающий учиться в высшем учебном заведении на территории Российской Федерации. Ранее каждый регион сам решал, как поддерживать многодетных. Теперь единый подход на территории всей страны, а статус будет присваиваться семье бессрочно. Если ранее мы выдавали удостоверение, утвержденное на территории Хантамансийского округа, то теперь будет удостоверение единого образца. Мы будем производить замену всех удостоверений, которые есть на сегодняшний день в многодетных семьях. Специалисты соцзащиты отмечают, что за последние два года в Нефтьюганске увеличилось количество многодетных семей. Сегодня их около 7 тысяч. Чтобы получить утерянный статус, необходимо подать заявление через МФЦ, госуслуги или напрямую в управление социальной защиты населения. Главное – приложить необходимые документы, подтверждающие, что в семье есть трое и более детей, а также справку из учебного заведения об обучении ребенка на очном отделении. Алина Морозова, Рамазан Бурнеев, телерадиокомпания «Юганск». Подведены итоги окружного конкурса «Семья – основа государства». В этом году участие в нем приняли 282 семьи из 22 муниципалитетов нашего региона. Семья Бурнеевых из Нефтьюганска победила в номинации «Многодетная семья». Супруги Марина и Олег воспитывают шестерых детей. Третье место в номинации «Золотая семья Югры» заняла Чета Шатровых из Нефтьюганска. Супруги Лидия Павловна и Владимир Александрович вместе уже более 50 лет. Подробнее о победителях и призерах окружного конкурса расскажем в одном из следующих выпусков новостей. Открытый в начале года пункт отбора на военную службу по контракту в окружной столице не пусте и даже по выходным и праздничным дням. Будущие военнослужащие все чаще приходят целыми компаниями по несколько человек. Им хватает буквально одного дня, чтобы заполнить документы, пройти медосмотр и подписать контракт. Все в одном месте и в режиме одного окна. Тысячу километров из верхней пышмы Свердловской области в Ханты-Мансийск. Такое расстояние проделал Алексей специально, чтобы заключить контракт именно здесь, в главном пункте отбора Югры. Ему и его товарищам хватило всего одного дня, чтобы оформить все документы и пройти медкомиссию. Встретили, поместили в гостинице, как положено, питание, жилье. Контракт заключили быстро, все вежливо происходило. Мне очень понравилось. За день, получается, все прошло, всю комиссию. То есть в больницу съездил, там все быстренько прошло. И здесь как бы нормально все составили, помогли. Эта отправка особенная. Впервые из главного пункта отбора Югры новобранцы отправляются в один из важнейших праздников страны – 9 мая. Обстановка соответствующая. Оркестр, марш прощания славянки, строевой шаг, настроение приподнятое. Перед отправкой солдаты вспоминают дом своей семьи, тех, чей покоим предстоит защищать на переднем крае нашего государства. Кто дома остался, кто ждал? Жена, двое детей, мать, отец. Как они отнеслись? Ну, нормально отнеслись, а куда деваться? Если никто не пойдет, а как еще дальше? Ну, надо родину защищать, во-первых. И у меня друзья тоже там на передовой. Поэтому решил заключить контракт. Дома девушка, двое детей, мама, друзья, так же все. Как отнеслись? Ну, сначала как бы переживали, не отпускали там туда-сюда. Ну, а потом как бы смирились. Если не мы, то кто пойдет еще? Своей совершенно трогательной историей с нами поделился боец с позывным «Балбес». Мужчину мобилизовали с началом СВО из Башкирии. Побыл на передовой недолго. Вскоре отца четырех детей вернули домой. Трагические события, произошедшие в нашей стране, не оставили бойца равнодушным. И он принял решение вернуться на фронт, заключив контракт. Когда крок, скол сделали, вот это, взорвали, расстреляли все. Из-за этого я пошел я. Из-за этого только. У меня четверть детей, понимаете. Жена, ну, плакала. Говорит, ну, иди, иди. Говорит, я сам сейчас плачу. Иди. Ну, ладно, если пойдешь, говорит. Ну, иди. Она сама плачет. У нее, аж от нее мои глаза, этот. Она мне отнеслась, этот. Ну, хорошо, говорит. Иди защищай, говорит, свою страну. Каждый заключивший контракт в Югре получает с собой индивидуальный рюкзак со всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Внутри более 30 наименований. Это два комплекта термобелья зимнее и летнее. Несколько пар носков, шапка, перчатки, флисовая кофта, спальный мешок, коврик для сиденья, трос, кошка, фонарик, набор батареек и зарядка к ним, тактические очки, фляжка, сухое горючее, турникет, телефон и пауэрбанк. Все собрано с учетом пожеланий самих военнослужащих. На днях нефтьюганский районный суд назначил водителю штраф 200 тысяч рублей. Напомню, зимой прошлого года 39-летний автомобилист не справился с управлением и съехал с проезжей части в Кювет. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Силовики выяснили, что задержанный уже привлекался за подобное правонарушение и лишен водительских прав. В этот раз в отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Более ста звонков ежедневно поступает на телефон диспетчерского пункта полиции нефтьюганском. На экстренные вызовы выезжают сотрудники патрульно-постовой службы. Именно они круглосуточно обеспечивают безопасность нефтьюганцев и следят за правопорядком на улицах города. Смена сотрудника патрульно-постовой службы длится целых 12 часов, в ходе которых каждую минуту может поступить вызов. Нашей съемочной группе удалось побывать на одном из них. 11.29, да? Совершенно верно. Информация о подозрительных гражданах, которые грузят металлолом, поступила на рацию. Через 5 минут патруль был на месте. Вот, копали. Копали мы, вот, что делаем. Смотрите. Вот, вот. Выяснилось, что копатели собирали металлолом для продажи. Их доставили в отделение для дальнейших разбирательств. Олег Перевозчиков уже 12 лет служит в полиции. Говорит, пошел по стопам отца. Как бы изначально планировал по военной линии идти, но так случилось, что после армии попал в МВД. Да, максимально возможно, сколько смогут, только буду именно на улице. Как бы самая интересная работа на улице. Среднее образование, хорошее здоровье, служба в армии – вот основные требования для поступления на службу в полицию. Преимущество работы в полиции – это, в первую очередь, стабильная заработная плата, бесплатное медицинское лечение. Также можно получить бесплатное высшее юридическое образование в системе Министерства внутренних дел. Узнать подробную информацию о поступлении на службу или прохождении обучения в УЗИ системы ОМВД можно по телефону, который вы видите на экране. Игорь Шмелев, Рамазан Бурниев, телерадиокомпания «Юганск». На этом наш выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.